Студия 7 в эфире. Я Максим Гуревич. Здравствуйте. Мы продолжаем серию встреч, посвященных ежегодной российской креативной неделе Сибирь. Она проходит в Красноярске уже второй раз. И сегодня поговорим о самом большом парадоксе, о том, о чем люди до конца, может быть, не представляют себе, что такое наука, кто такие ученые. На мой взгляд, это такая закрытая отчасти от общества капсула, в которой живут самые счастливые, успешные и надежные люди на Земле. Почему именно так я про них думаю? Попробуем поговорить сегодня с нашим гостем. У нас в студии руководитель службы научных коммуникаций Красноярского научного центра Егор Задиреев. Егор, добрый день. Добрый день. Вообще в капсуле живут ученые или нет? На самом деле, задаю сам себе вопрос. Они периодически живут в капсуле, а потом из нее выходят, потому что их капсула на самом деле – это весь мир. Каждый день ученого, по большому счету, это общение с коллегами своего института, своей страны, всего мира. Это ежедневный скрининг научных статей, которые могут выйти сегодня в Бразилию, а завтра в Китай. Так что это такая капсула научного мира, но она включает в себя весь мир одновременно. Можно сказать, что научная деятельность, даже так, работа ученого – это чистый креатив. Вот так можно сказать? Слово «креатив» я лично не очень долюбливаю, так скажем. Ну, сложная вещь. Я думал, мы будем говорить с тобой немножко про другое. Как раз про то, как люди из вот этой капсулы научного мира выходят в капсулу всего мира. Ну, чтобы стать доступными и понятными. Чтобы стать доступными и понятными. То есть наука должна быть все-таки, ну, как сказать, не то, чтобы понятно, но ее результаты как-то должны появляться. Ну, сегодня про это говорят все больше и больше, что должно быть понятно, что они должны появляться. И креатив в научной работе, конечно, есть. Мы вот так смеемся, что 90% рутины никому не видны, а 10% креатива всегда на виду. У меня сейчас студентка новая пришла, просто к вопросу о креативе и о соотношении креатива и рутины в работе. И у нас есть набор снимков, фотографий, микрофотографии, которые мы собирали за 10 лет. Это фотографии маленьких водорослей, которые живут в озере Шира, и их десятки тысяч, этих фотографий. И из них нужно создать фильтры и выбрать только нужное. И вот она уже второй месяц сидит и кликает мышкой, создавая вот эти библиотеки образов, чтобы их отфильтровать. То есть она выполняет роль искусственного интеллекта? Да, она выполняет роль обучающего человека для искусственного интеллекта, ну и одновременно искусственного интеллекта. Конечно, потом это все свернется в некую понятную задачу, которая поможет нам объяснить какие-то закономерности, которые происходят в природе. Но вот такую долю рутины никто не отметнял. Но креатив нужен, чтобы посмотреть на мир и понять, в каком же месте мы будем искать вот те самые закономерности, и как их вычленить из, казалось бы, сложной взаимосвязи. Зачем нужно, ну я не знаю, смотреть на 3D-модель коралловых рифов? Это делает нас ближе к природе, и мы более ответственно относимся к ней вообще. Может быть, что-то в этом роде? И это тоже. И просто стало понятно, что вот такой технократичный взгляд на мир, что вот есть ученые, которые что-то придумают, потом есть инженеры, которые из этого сконструируют какую-то штукенцию, и эта штукенция спасет наш мир, работает не очень хорошо. Потому что у нас чаще всего проблемы возникают не из-за того, что у нас мало технологий, а из-за того, что у нас в головах что-то не то, и мы не можем даже то, что существует, принять, внедрить, распределить адекватным образом. То есть социальные проблемы зачастую и отсутствие социальных технологий важнее, чем естественных технологий. И вот такое внедрение науки, оно помогает людям лучше понимать, как устроен мир, быстрее принимать новые технологии, не бояться того, что ГМО – это что-то страшное, и поэтому его нужно запретить. Ну и так далее. Примеров, я думаю, там тысячи. То есть получается, современный уровень развития науки позволяет человечеству, ну и каждому из нас, жить удобнее, лучше, комфортнее, свободнее и так далее. Но из-за того, что существуют какие-то даже не социальные, а может быть зачастую там ментальные блоки… Ментальные блоки, стереотипы, неготовность, принять что-то новое. Откуда, почему так происходит? Ну я не знаю. И что с этим делать? Вот научные коммуникации – это для того, чтобы… Ну в частности это для того, чтобы… Ну если бы были ответы, то было бы уже все сделано. Ну вот это вот фишка ученых, давайте исследуем, а ответы получим. Нет, нет, как раз здесь не давайте исследуем, а давайте попробуем по-разному. Давайте попробуем привлечь художников, давайте поработаем вместе с дизайнерами. Как раз здесь не про исследование, здесь давайте попробуем разные форматы. Научная коммуникация начала развиваться… То есть это как раз выход за, ну как сказать, за рамки стереотипов, да? Выход за рамки стереотипов. Научная коммуникация начала развиваться активно во всем мире 20 лет. Когда в принципе не только… Появились британские ученые в сотках новостей. А разные общества, там, не знаю, капиталистическое, какое угодно, стали понимать, что технологические решения не всегда работают. И опять же, статья, даже не статья, а вот спецвыпуск специализированного журнала вчера анонсировали 20 лет научной коммуникации в мире, проблемы, возможности, куда двигаться дальше. То есть пытаются использовать разные инструменты взаимодействия с обществом, пытаются понять, как же привлечь общество к тому, чтобы оно стало неким соучастником процесса производства научного знания, процесса, скажем так, инновационного развития, скажем такую клише-фразу, но тем не менее. Слушай, ну я вот могу привести сейчас, подумал об этом, по крайней мере, два примера, когда, по большому счету, научная коммуникация начинает очень серьезно влиять на какие-то локальные или даже глобальные сообщества. Начну с глобальных, да? Вот тема изменения климата, потепление, похолодание, неважно. Вот тема изменения климата, она известна сейчас, наверное, там, подавляющему большинству жителей планеты. И она так или иначе влияет на сознание, на решения, которые принимает правительство государства. Я не готов сейчас дать оценку, есть это глобальное потепление или нет. И не об этом наш разговор, на самом деле, с тобой, да? Но то, что, в принципе, научная коммуникация привела к тому, что правительство принимает решения, которые там стоят триллионы и триллионы средств, да, это как бы факт. Или, скажем, локальная история в Красноярске – это вопросы, связанные с экологией. То есть, когда, по большому счету, уже не профессионалы занимаются этой коммуникацией и интерпретируют, мне кажется, в интересах каких-то, я не знаю, кого угодно, да? Но это пример научной коммуникации, которая заняла внимание миллионов людей. Там феномен черного неба – это кусок коммуникации, так или иначе связанный с наукой, с экологией. Его знают там во всей стране. Примеров очень много. Можно и мировые примеры приводить крупные. Например, сейчас практически все у нас специалисты по черным дырам, потому что многие смотрели фильм «Интерстеллар». И мы знаем, что фильм «Интерстеллар» не просто так был снят, а его, в частности, консультантом был ученый, который позже получил Нобелевскую премию. Поэтому Торп, вот эти идеи научные, казалось бы, очень сложного, высокого уровня, входят в массовое сознание. Это же хороший пример. Это хороший пример, безусловно. Люди начинают изучать, интересоваться астрономией, астрофизикой, физикой, наукой вообще. А когда, ну как сказать, научная терминология выходит из-под контроля и получает какую-то максимально вольную интерпретацию, становится там пугалкой, страшилкой, и уже ни один ученый не может уже, ну как сказать, в русло науки вернуть черное небо. Это уже феномен, который... Черное небо не может вернуть, но, кстати, в каком-то смысле немножко может вернуть, потому что вчера я был на другом телеканале красноярском и порадовался... Они есть? Да, они... Ты удивишься, но есть. Всем привет, да. Их несколько телеканалов у нас красноярские. И я очень порадовался, когда они на экране транслировали картину расположения станции контроля качества воздуха, и это был скриншот системы, которая запущена Красноярским научным центром, которая сейчас объединяет датчики и общественников, и государства, и ученых. То есть вот эта система была запущена несколько лет назад. Мы разместили своих около 30 датчиков, потом добавили информацию по согласованию с общественниками и с правительством все датчики, которые у нас есть сейчас в городе. И, в принципе, мы видим, что и в интернет-СМИ, и в пабликах вот эта информация достаточно уже верифицированная, научная, она начинает занимать такое место в картине мира, в головах людей, в принятии решений. Поэтому, в принципе, нормальная такая системная работа позволяет в какое-то русло это направить. Хотя ты говоришь, что оно вышло уже совсем за контроль. Ну, да, согласен, это хорошая тенденция, и тренд такой правильный, да, то есть использовать. То есть это вот та самая рутина в некотором роде, да? Рутина, но она открытая, она доступна всем, она сделана в виде некого интерфейса, который позволяет нам с ней взаимодействовать. И, как бы, любой житель, по сути, может взаимодействовать с научным инструментом. Потому что изначально эту систему создавали для исследований. Как раз вот, как ты говоришь, давайте сначала пять лет будем исследовать. Но решили, что, ну, а пусть она будет при этом доступна. Мне кажется, еще очень важная история, то, что ты с самого начала упомянул, это критическое мышление, да? Это, ну, сегодняшний мир требует от человека, конечно, такой внутренней, мощной системы фильтрации информации, которая попадает ему, ну, вот, в руки. Нескольких причем уровней фильтрации. То есть какие-то датчики должны быть еще вот этого контроля воздуха внутри головы, да? То есть какую-то систему от правительства, от научного центра и от общественности. Ну, кстати, неплохая система получается. Да, очень хорошая. Что ты собираешься делать на креативной неделе Сибири? Вернемся к этой теме. Все-таки наша встреча привязана информационно к этому событию, на мой взгляд, очень важному и с такому содержательному интересному. Я планирую принять участие в двух дискуссиях. Одна дискуссия – это про научное кино, про его каналы распространения и привлечения внимания зрителей. А вторая дискуссия как раз – это про Science Art. Это про проекты на стыке науки и искусства, и то, какая их роль, какое место они могут занимать в нашей жизни вообще, нужны ли они, зачем они нужны. А ты какой точки зрения придерживаешься вот в Science Art? Мне кажется, это максимально красиво. Завораживает тем, что… Это максимально красиво. Мы сами… А это физика, химия? Что это? Ну, как бы, это же фотографии природы или нет? Это не только фотографии. Это не обязательно фотографии. Вот мы сейчас немножко так упрощаем, да, фотографии. Фотографии – это фотографии. Это другой жанр. Science Art, он может быть разным. Это могут быть и проекты с участием людей, это перформансы, театральные постановки, что угодно, не только фотографии. Ну, в первую очередь, и художники, и ученые – они творцы. То есть они творят только немножко по-разному, да, художники ориентируются на свои эмоции и считывают некий вот культурный код, если угодно, который существует в обществе, и если попадают в него, то, ну, возникает вау. Мне вот сейчас подумалось, такой образ, вот, твои слова, что и те, и другие исследуют границы. Ученые, наука исследуют границы знания. Вот здесь мы знаем, там вообще ничего не понятно, и мы где-то вот тут на границе ищем какие-то крупицы, ну, нового. Но художники тоже, по большому счету, тоже исследуют границы. Да, то есть, чтобы стать интересным, надо кого-то за нерв зацепить, подергать, и они вот исследуют. Вот, и когда мы собираем вместе художников и ученых, то рождаются некие либо новые смыслы, либо новые формы трансляции научного знания, которые, может быть, ученые сначала не понимают, но, с другой стороны, они выходят на абсолютно новые аудитории и тем самым привлекают внимание. Так что здесь это очень перспективно, очень красиво, ну, и как раз направлено на то, чтобы наука стала еще более, вот, такой, как бы, интегрированной в нашу повседневную жизнь. Ну, то есть, это такой, как сказать, в чистом виде коммуникация. В чистом виде... Вернее, даже так, получается, что и ученые, и художники с помощью вот... Коммуникации рождают новые... Коммуникации получают свои новые аудитории. Новые аудитории, и на самом деле рождаются новые вещи, потому что художники... Очень смешно, то есть художники могут давать ученым поле для работы. Мне на днях написал художник, который занимается созданием скульптур из целлюлозы, которую выращивает с помощью бактерий, пытается выращивать сам. Ученые тоже этим занимаются, ну, допустим, там, в пробирках, у них есть какие-то свои задачи. А у художника, может быть, задача абсолютно дикая с точки зрения его постановки, но оказывается, что она невыполнима с точки зрения науки. Если ученый попытается ее выполнить, то вполне возможно, что родятся при этом новые технологические решения. Мне очень понравился... Я был, когда в Германии несколько лет назад, в галерее современного искусства. И там большой проект, такое, такие панно из водорослей, по которым стекает вода, и через которые проходит воздух. Это одновременно и очистка воздуха, значит, и некое украшение. Арт-объект такой. И арт-объект, и очиститель, и при этом культиватор водорослей. И когда художники поставили такую задачу, оказалось, что ученые сходу не могут сделать стенку 3х3, тонкую, на которой будут расти водоросли. И они даже не знали, как это сделать. А художники говорят, ну вот, а мы это видим так. И когда ученые стали пытаться как-то это сконструировать, то у них стали рождаться некие новые вещи, которые вполне потом могут найти приложение в системах автономного культивирования водорослей, как, не знаю, источника биомассы или каких-то биологически ценных веществ. Так что здесь вот очень забавные коллаборации возникают. Получается, что это, на самом деле, на мой взгляд, получается, что это естественный ход событий. Мне кажется, последние 20-30 лет наука во многом совершила прорывы благодаря смешению сегментов собственных. Когда, я не знаю, физики с химиками, с биологами, с исследователями леса или математики начинают работать вместе, инструментарии одних, и практически знания других зачастую давали в течение этих многих лет мощные результаты. И просто вот это смешение стилей появилось с привлечением общественности, творчества, искусства. Какие-то, может быть, еще примеры есть, где наука начинает развиваться за счет привлечения других доселе неиспользуемых сил. Вот мы упомянули искусство, кто еще, кино мы упомянули, кто еще может дать, ну, не знаю, не то чтобы новую кровь, там крови у ученых достаточно, можно ее и пить даже, и хватит. Ну, давай, не будем пить кровь ученых, нас не так поймут. Какие прорывные нас ждут, ну, сферы популяризации науки? Ну, не знаю, может, какой-то прогноз или просто оценку собственную дать? Ну, сложно в нашем мире сейчас давать какие-то прогнозы у нас. Как сказать, мир нас удивляет гораздо чаще, чем мы прогнозируем. На это жалуются ученые, кстати говоря, ученые хотел сказать, современные художники. То есть сейчас новостная лента зачастую гораздо провокационнее, там, смелее и необычнее. Она вызывает такой художественный трепет. Может, это тоже такое смешение жанров мы наблюдаем? В чистом виде, наверное, да. Спасибо за пример критического мысления. Ну, я не знаю, что касается трендов, то тренды последних 10-15 лет – это был тренд «выход в народ». Ну, он уже, в принципе, реализовался. Мы привыкли и к лекциям в ночных клубах, и к тому, что ученые выступают в форме стендапа. Это уже работает. С художниками мы уже тоже познакомились. Даже не знаю, в России пока не очень активны проекты в области citizen science, может быть, когда напрямую жители сами участвуют в научных работах. Но, в принципе, тоже уже формат понятный, как он будет работать. Вот я уже тоже, наверное, нахожусь в какой-то капсуле. Я так много знаю про научные коммуникации, что мне сложно выйти за пределы этой капсулы. В общем, вот какая штука, вот, не знаю, наверное, до сих пор, я, по крайней мере, так думаю, существует мнение о том, чтобы стать ученым, ну, нужно серьезный путь пройти. Нужно хорошо учиться, нужно хорошо понимать, недостаточно списывать лекции, там, экзамены, да. То есть нужно просто быть каким-то, ну, фантастическим, там, одаренным интеллектуально человеком. И это, ну, может кого-то и отпугивать. Но меня в свое время это, как бы, отпугивало. Я, например, не мог понять, как это заниматься наукой, сидеть и ждать озарения, которое, там, позволит сделать открытие в одночасье. Потом оказалось, что это технология, о которой ты говоришь. Я некоторое время поработал в институте, ты знаешь это. Так вот, теперь, получается, барьер, ну, гораздо ниже. Теперь, если тебя интересует наука, тебе не обязательно быть, ну, ученым в чистом виде. Ты можешь быть художником, ты можешь быть популяризатором науки, непосредственно заниматься научной, фактически, деятельностью, узнавать очень много, благодаря вот коммуникации, да, ну, там, даже работать в структуре какого-нибудь научного центра. Конечно, сейчас появляются уже... Такие вакансии. Магистратуры по сайенс-арту, центры при университетах, которые занимаются одновременно и наукой, и искусством. То есть это уже, ну, как вот, некая профессия даже стала сейчас. Ну, можно сказать, получается, что наука все-таки становится более востребованной, да, и она нужна, ее деятельность нужна уже, получается, ну, не то, что, может быть, даже нужна, а, ну, нравится, да, и потребляется результат ее деятельности не только, там, правительствами, там, корпорациями, там, инженерами, а людьми. Это результаты потребляются всем обществом. Есть... Вот. У меня вот, кстати, по поводу научных изображений, мы так немножко стали говорить про изображения, тоже есть хороший пример. Вот мы все знаем, что в космосе летают какие-то огромные, очень дорогие обсерватории космические. Раньше это был Хаббл, сейчас запустили Джеймса Уэбба. Ну, как бы, что такое обсерватория? Вот она смотрит в небо и ищет какие-то объекты, и ученые делают открытия. Но никто не оценивал стоимость телескопа Хаббл, допустим, с точки зрения того, сколько трафика он генерирует в интернете своими красивыми снимками. То есть любой паблик, на этом, в соцсетях, горы иллюстраций, для, не знаю, какого-нибудь контент-менеджера, СВ-менеджера, любой трафик — это деньги. По сути, если мы посчитаем весь этот объем вот этого видеоматериала, который циркулирует в интернете, на который смотрят миллионы людей, то мы, наверное, сможем оценить вот эту художественную ценность того, что делает телескоп. И можно выдвинуть гипотезу, что он давно окупил западные. Ну, возможно. То есть, может быть, эти деньги не вернули себе его создатели, да? Да, никто не считал. Я к тому, что, да, вот как бы наука иногда генерирует такие некие вещи, которые напрямую мы не оцениваем, но они часть нашей повседневной жизни. Вот любопытно прямо сейчас, ты же сформулировал задачу для какого-нибудь специалиста, там, контент-менеджера, я не знаю, как правильно это специалист в СММ-системе называется, который, ну, можно оценить. И это тоже интересное будет сравнение, да? Значит, там, научный прибор, который стоил миллиард долларов, предположим, уже сгенерировал там какого-то добавленного продукта на два миллиарда долларов, и человечество выиграло, получается. При этом никто не рассматривал эту генерацию как его, как бы, цель создания и вообще продукт, который можно оценивать. Ну, кстати, любопытная тема, вот, ну, я не знаю, в деньгах, наверное, не получится, но просто так, создать, не знаю, топ-10 самых популярных научных публикаций и сравнить, ну, их позиция, ну, в общем рейтинге. То есть, вполне возможно, некоторые публикации, ну, просто входят там в самый-самый топ публикаций вообще. То есть, это говорит о мощи научной коммуникации, о ее, ну, доступности. Ты имеешь в виду публикации вообще во всем массиве? Да, да. И желтой прессы? Ну, например, не, ну, я не знаю, ну, вот, те же публикации этих космических снимков, где, в принципе, подписи, ну, как сказать, специфичны. Ну, что вот посчитан еще один миллиард звезд, да? Это, ну, трудно понять, ну, мне, например, трудно понять. Но это, ну, я эти картинки вижу, они красивые, они завораживают. И что-то притягивает миллиарды людей к таким публикациям. Ну, кстати, при этом мы, опять же, если мы говорим про коммуникацию как технологию, мы должны понимать, что, например, раскруткой таких крупных научных проектов занимаются как раз команды пиар-специалистов, которые это потом используют, эту узнаваемость как инструмент при работе с правительством, аргументируя продолжение финансирования проектов. Вот только бы сохранить контроль над этими коммуникациями, да, чтобы, ну, как сказать, не знаю, в этом и угрозы какие-то есть, на самом деле. Ну, изменение сознания, там, человечества, да. Ну, это большой, ну, не то, не риск, давайте так, не про риск, а про ответственность. С точки зрения науки мир меняется? Не, ну, с точки зрения, если ты говоришь про мир физический или наш мир социальный, ну, безусловно, он меняется. Мы можем оценить его в метриках продолжительности жизни, количество людей на планете, то есть мы видим, что мы живем дольше, что у нас есть такие, иногда с ними спорят, но тем не менее, если мы посмотрим на сообщество, уж я не знаю, там, вот 15-20 тысяч летней давности, то процент людей, который был от той общей численности вовлечен в некие конфликты вооруженные, был гораздо больше, чем сейчас. То есть мы стали в целом намного более мирные, чем мы были тогда. Мы стали жить дольше, то есть мы меняемся, ну... Наука – бесконечный мир. Я с большим уважением, почтением отношусь и к ученым, и к этому миру в целом. И очень рад тому, что коммуникация научная максимально интересна и красиво развивается у нас на глазах. Это один из факторов, ну, вот, я не знаю, развития позитивного, который в мире мы имеем возможность сейчас наблюдать. Спасибо, Егор, тебе за твою работу. Ждем встречи на российской креативной неделе Сибири. Спасибо, Максим. В ближайшее время. Спасибо. У нас в гостях был Егор Задиреев, руководитель службы научной коммуникации Красноярского научного центра. Я, Максим Гуревич, желаю вам удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok